Всем привет. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем про Gmail и сегодня очередная порция секретов, которая для кого-то секретами, конечно же, не является. Секреты вообще вещь весьма неоднозначная. Сначала топовой от руководителя Теплицы Алексея Сидаренко. Работа с почтой оффлайн. Вам нужны все настройки. Как же все-таки их здесь много. И главное все по уму. Правда, советую. Посмотрите, просто почитайте, что здесь есть. Многое может пригодиться. Вот, например, клево. Не уверен, правда, что пригодится, но клево. Вот так у вас тут по умолчанию это разговор про помеченные письма. А можно сделать вот так. Четыре звезды. Или даже все звезды. Ну оставим четыре. Ну и заодно включим уведомления о новых письмах. Тоже полезно. Так. Сохранить изменения. И теперь вы помечаете какое-то письмо. Вот оно желтенькое. Вот оно в помеченных. Убрали. Еще раз. Нажали один раз – желтенькое. Два – синенькое. Потом галочка. Потом восклицательный знак. То есть все они помеченные, но с разной степенью важности. Ну или в соответствии с вашей внутренней легендой. Вот такая красота у вас в помеченных теперь. Но вернемся к почте оффлайн. Вам нужны все настройки и оффлайн. Включить оффлайн. Незаменимо для тех, кто куда-нибудь летает, ездит и не всегда имеет доступ к сети. За сколько дней синхронизируем. Скачивать ли прикрепленные файлы галочка. И что произойдет после выхода из аккаунта Google. Если часто пользуетесь чужими устройствами, лучше удалять данные. Все, сохранили. Советуют создать закладку. Кстати, да, надо создать. Не обязательно Ctrl D. Просто как обычную закладку. Ну собственно Ctrl D и создают обычную закладку. Это просто горячие клавиши. Все. Вот у нас значок, который говорит, что все синхронизировано и готово к работе оффлайн. Отключаем интернет. Интернета нет. Значков от Google для захода в Gmail тоже нет. При попытке найти Gmail нам говорят простите, но. У нас же есть закладка, которую мы создали. Вот она. И вот он, наш почтовый ящик с актуальной информацией на момент отключения интернета. Можно читать, отвечать, писать письма. Как только появится интернет, они будут отправлены. Сейчас письмо в исходящем. Подключаем интернет. Из исходящего оно пропало, то есть отправилось. Так. Ну и давайте с отправкой писем тоже пару советов. К письму вы можете прикрепить файл. Кстати, очень удобно, что можно прикреплять файл перетаскиванием. Итак, можно прикрепить файл, но объем его ограничен. Не помню точно, по-моему 25 мегабайт. Поэтому если файл больше, его можно сначала закинуть на Google диск. А потом прикрепить оттуда к письму. У всех, у кого есть почта на Google, автоматически есть и Google диск. А еще и отправить письмо вы можете не сразу, а запланировав отправку. Такая же функция, кстати, появилась Telegram. А, да. По умолчанию у всех файлов на диске стоит теперь закрытый доступ. Gmail понимает, что получатель, которому вы отправляете письмо с файлом, доступа к нему не имеет и предлагает выбрать уровень прав. Дадим ему возможность редактировать. Теперь у нас письмо до отправки будет находиться в запланированных. И последнее просто в качестве развлечения оформление интерфейса. Хотя для кого-то это может быть весьма важным с психологической точки зрения. Вот такой белый интерфейс может действовать угнетающе. Особенно если переписка у вас исключительно делового характера. Можно выбрать какую-нибудь веселенькую тему. А вот это. Мне кажется, это сразу меняет отношение к рабочему процессу. Не знаю, буду ли делать продолжение. Секретов в Gmail наберется еще на 10 скринкастов, но возможно они уже будут не такими актуальными и полезными. И я подумаю. Еще раз обращаюсь к аудитории. Если знаете какой-нибудь секретик, напишите в комментариях. Ну и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И любите друг друга.